привет вот снова я тебе что-то рассказываю но я сегодня хочу рассказать себе на самом деле не про нож для антуража пусть они лежат вот я так еще насыплю вот но мы сегодня о ножах поговорим эти расскажу одну историю место которыми в жизни произошла и я так и вспоминаю все время но нам в общем если будут какие-то неточности там это не страшно но тут сама суть в общем я помимо вот этих наших с тобой любимых железок увлекаюсь фотографированием ну и собственно фототехникой и я конечно никакой там никак не коллекционера фототехники у меня все что у меня есть это очень снимаю но иногда я люблю поснимать какими-то старыми объективами то есть на современную камеру цифровую через какие-то переходники поставить старую оптику вот и собственно недавно я залез на один сайт где продают старые объективы но узнаешь всякие там советские немецкие объективы 50-х годов 60-х готов все резьбовые которые были на дальномерных камерах на зорких на федах на контексах там лейках даже вот иногда там бывают очень неплохие интересные объективы там по две тысячи по три тысячи по 4 но бывает дороже вот и нахожу то объектив который резко выбивается по цене стоит он бешеных денег это карл цейс иена а санар 50 миллиметров еще пять сантиметров на 50 миллиметров фокусное расстояние 15 святосила относительное отверстие вот видишь как он красиво там закрывается открывается но дело то не в этом дело в том что не сказать что там супер редкость какой-то какая-то вещь но это оказалось супер редкая и как я это понял это сейчас тебе расскажу в общем я смотрю что этот объектив и а этот объектив у меня уже есть то есть я увидел объектив который у меня уже есть я смотрю что он стоит просто каких-то бешеных денег там чуть ли не там 10 60 тысяч или бы даже больше я могу сейчас соврать по цене потому что просто не помню помню что не две три тысячи и не 4 я перехожу по ссылке и выхожу на блог человека которого оказывается я знаю это очень известный в россии в мире коллекционер фототехники и он продает такой объектив у него едва он продает его в связи с тем что связь тем что ему срочно что-то купить и и он как бы дешево его скидывает и я прочитал про этот объектив и выяснил что этот объектив он был сделан в тридцать восьмом году тридцать восьмом году но дело не в этом была гражданская серия военная серия так вот по заказу люфтваффе немецкого военная серия насчитывала еще 38 39 год насколько я понял насчитывал всего 300 объективов и у военной серии было просветление линз просветляющие слои накладывали такие сине-фиолетовые где сейчас может быть видно на бликах такие сине-фиолетовые она гражданская серия этого не было гражданских было много а военных было только 300 я стал смотреть в блоге все-все-все про этот объектив как отличить подделки от неподделок там очень много всяких нюансов я везде залез я понимаю что мне не подделка я нашел почту этого специалиста знатока зовут его яков вот я ему написал в итоге мы созвонились ему все рассказываю он будет но пришлите фотографии вашего объектива мы очень может быть что это подделка очень много подделок уверяю вас я сфотографировал все что мне на все что он сказал и выясняется что это не подделка не выясняется что сейчас в мире по-моему известно где находится 37 объективов с этих 300 там у кого-то у какого-то коллекционера в австралии у какого-то там в дании бельгии там не знаю там в россии в америке вот в великобритании германии и вот он говорит вот теперь мы знаем где находится объектив 38 по счету из известных теперь самая соль как у меня достался мне лет 18 назад я любил захаживать в один московский second hand фотографический где можно было купить фототехнику и заодно народ там доставал свои фотографии рассматривал критиковал хвалил делился опытом я достал свои фотографии тоже да привез да и привез я на продажу фотоаппарат еще пленочный nikon f-100 очень хороший фотоаппарат он профессиональный пленочный аппарат был автофокусный зуми объективами он мне просто не зашел то есть отлично не зашел мне немножко другая техника нравилась и на самом деле пришел еще очень пожилой дедушка с такими уставшими глазами стал рассматривать фотографии какие у людей лежали и на моей фотографии на обратил внимание сказал слушай интересные фотографии здорово молодец мы с ним разговорились он узнал что я фотоаппарат принес на продажу и он принес на продажу фотоаппарат он показывает свои фотографии и я понимаю что у него фотографии военные то есть это военная репортерская фотография какие-то там летчики на аэродроме причем некоторые фотографии я похоже узнаю я дурак еще но вот 18 лет назад 17 молодой я не спросил как его зовут точнее спросил но забыл и я что-то так раз чувствовался растрогался а да а он говорит что я не могу больше фотографировать глаза не могут на резкости навестись я буду подождите но у вас такие фотографии вы такой человек давайте я вам дам просто отдам фотоаппарат который я принес на продажу потому что фотоаппарат автофокусный вам не нужно будет автофокус там прекрасный на этом не к ней пресетом великолепный к нему два прекрасных светосильных объектива очень хороших давайте вам просто их отдам у вас такие фотографии вы в общем-то легенда с такими фотографиями военными вот у него там на фотографии пленные какие-то и наши летчики и какие-то там артиллеристы и ну то есть военная черно-белая фотография и я понимаю еще раз говорю что я понимаю что я эти фотографии видел видел ну где-то в интернете в каких-то изданиях где-то видел я просто весь в таком шоке пребывая еще юношеском я ему отдает фотоаппарат с удовольствием чтоб чек снимал а он прям заплакал говорит спасибо тебе парень и вот те моя машинка дает мне камеру но такая дальномерка дальномерка уже не та что у меня было горит тогда во время войны но для мерка уже наши современные готов объектив тот год объектив этот подарили мне наши летчики на каком-то из аэродромов летчики истребители и вот в чем вопрос вот это один из объективов из 300 под номером 272 который был сделан по заказу люфтваффе не знаю там аэрофотосъемка или что-то еще но увидим и там снимать свои победы или что-то еще и этот объектив насколько он говорит был ну достали из разбившегося мессершмитта из кабины то есть когда там смотрели что там осталось остался целый фотоаппарат его затрофеяли и объектив с этого фотоаппарата подарили этому корреспонденту этому деду с которым я общался вот сейчас еще фотографии в интернете пытаюсь найти кто это ну в общем короче говоря совершенно случайно стал я и да это был мой день рождения мне исполнялось там 19 лет вот и совершенно случайно я стал обладателем вот этого объектива который действительно является раритетный но не в этом дело и им снимал войну какой-то из фото журналистов наших которого я обязательно найду еще сейчас найду а я им пользовался с много лет на разных камерах и знаешь так курткой протирал стекло если там что-то заляпается и пользуюсь сейчас и в общем вот такая интересная вещь то есть сделано в германии до люфтваффе наши ребята какие-то там не знаю летчики или зенитчики ли или кто-то еще сбили этого немца молодцы молодцы забрали объектив видимо не особо увлекаясь фотографии подарили эту технику вот этому репортеру это репортер отснял им всю войну потому что ну да потом снимал после войны как там как и что было как строились как развивались и потом подарил его мне через там 20 минут знакомства фото секонд-хенде фото клубе вот такая история просто делюсь с тобой думаю тебе будет интересно это послушать